В Москве проходили дни советской Киргизии. Москвичи тепло и сердечно принимали делегацию Братской Республики. Они познакомили гостей с успехами трудящих со столицы в осуществлении заданий десятой пятилетки. О достижениях Киргизской Республики за годы советской власти рассказала широкая экспозиция, развернутая на выставке достижений народного хозяйства СССР. До Великого Октября в Киргизии практически не было промышленности, а сегодня в Республике действуют предприятия более ста отраслей. Большой интерес вызвала у москвичей и гостей столицы состоявшаяся на ВДНХ демонстрация лошадей знаменитой новокиргизской породы. По традиции животноводство – ведущая отрасль в сельском хозяйстве Республики. А главное место в этой отрасли принадлежит овцеводству. Сейчас почти 10 миллионов овец насчитывается на пастбищах Киргизии. Столица Киргизстана – Фрунзе – крупнейший промышленный, культурный и научный центр Республики. Быстрыми темпами растет и развивается этот город с более чем полумиллионным населением. В единой семье братских народов Советская Киргизия достигла подлинного расцвета во всех областях жизни. Огромные перемены, которые произошли в жизни киргизского народа, как и в жизни всех народов страны, ныне закреплены в новой конституции СССР. В десятой пятеретке объем промышленного производства намечено увечить более чем на треть. Сейчас вся страна помогает Киргизии в сооружении Токтагульской ГЭС, мощность которой после окончания строительства составит миллион восемьсот тысяч киловатт. Вместе со всей страной Республика достойно встретила 60-летие Великого Октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова